Здравствуйте! В эфире программа «События». Мои коллеги и я, Мэри Илчан, расскажем о главных темах дня. Коротко о некоторых из них. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самарские студенты узнали о популярных правонарушениях среди подростков, рассмотрев полотна известных художников. Направят дополнительные деньги на ремонт дорог и строительство образовательных учреждений. На заседании Городской думы при участии главы Самары Елены Лапушкиной обсудили перераспределение средств, которые поступили из вышестоящих бюджетов, а также приняли несколько кадровых решений. Андрей Горгуленко расскажет подробнее. Городская казна Самары пополнилась почти на 700 миллионов рублей из вышестоящих бюджетов. Эти деньги направят на содержание и ремонт дорог местного значения, реконструкцию заводского шоссе, на строительство второй очереди школы на Пятой Просеке и детского сада на Подшипниковой. Кроме того, деньги выделят на переселение граждан из аварийного жилья и покупку квартир для тружеников тыла. Также перераспределены средства бюджета на сумму 93 миллиона рублей. Данными изменениями в бюджете предусматриваются в том числе средства на комплексное благоустройство территории от дворца бракосочетания до Волжского проспекта, а также предусматриваются субсидии внутригородским районам городского округа Самара на оплату работ по благоустройству дворовых территорий. Перераспределение средств обсудили на 21-м заседании городской думы 7-го созыва при участии главы Самары Елены Лапушкиной. Также депутаты вновь утвердили Алексея Ситника на должность председателя городской контрольно-счетной палаты. Профессионал своего дела. С 2011 года он руководил контрольно-счетную палату. Получилось согласование высшестоящих инстанций контрольно-счетной палаты Самарской области, что нам вдвойне приятно. И сегодня единогласно мы его избрали на новый срок полномочий. На заседании избрали и нового председателя Думского комитета по развитию городской инфраструктуры и ЖКХ. Вместо Вячеслава Дормидонтова, который стал депутатом губернской думы, им станет депутат от промышленного района Данил Морозов. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Как перейти оживленный проспект и не угодить под машину, находясь рядом с остановкой общественного транспорта? Найти нужный адрес. Это особенно важно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Без сопровождающего они могут передвигаться только по хорошо известному маршруту. Сегодня все решаемо благодаря приходу новых технологий. В Самаре на улице Арцебушевской начали устанавливать тактильные указатели. В чем их особенность, расскажет Михаил Ермоленко. В Самаре завершается ремонт и благоустройство проезжих частей и пешеходных зон. Сегодня утром рабочие приступили к укладке тактильной плитки на остановках общественного транспорта по улице Арцебушевской. Ранее в этой части города отремонтировали дорогу, пешеходные зоны и другие прилегающие территории по обеим сторонам. Установка тактильных указателей по меркам крупного города – работа не самая большая, но ответственная. В ней, как и во всех остальных работах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» используют новые технологии. Современные материалы постепенно вытесняют привычный бетон, из которого изготовлена плитка прежнего образца. Она сделана из полиуретана, она более стойкая к воздействиям окружающей среды и более стойкая к истиранию. Она влагостойкая и не впитывает воду. У дорожного ноу-хау есть ряд других неоспоримых преимуществ перед своим бетонным собратом. Яркий желтый цвет, который сохранится на долгое время, лучше привлекает внимание слабовидящих людей. А содержание плитки в зимний период не испортит ее эстетические виды целостности, даже после уборки остановочных павильонов малогабаритной техникой, заверяют специалисты. Кроме того, установка новых тактильных указателей – дело несложное. Плитку крепят к асфальту при помощи специального клея на основе эпоксидной смолы, который производят в Самарской области. Мы делаем обеспыливание для того, чтобы наносить двухкомпонентный эпоксидный клей и, соответственно, уже дальше начинаем приклеивать. Профиль, грубо говоря, поправляем, пока он не застыл. Срок застывания этого плитки составляет в районе двух-трех часов. Специалисты постепенно завершают ремонтировать и благоустраивать улицу Арсебушевскую. На этом и близлежащих участках осталось только переложить асфальт на трамвайном полотне в районе улиц Чкалова, Рабочей и Маяковского. Кроме того, на нескольких перекрестках нанесут противоскользящую дорожную разметку. Она защищена от образования наледи. Михаил Ермолинг, Максим Гусев, События. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 644 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 109 622. Такие данные в четверг, 7 октября, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 383 человека. Всего с начала пандемии из больниц выписали 88 157 человек. Тем временем в регионе вакцинировали уже 1 158 000 человек. Для того, чтобы сформировать коллективный иммунитет, нужно привить еще миллион жителей Самарской области. Об этом рассказал на встрече с журналистами министр здравоохранения региона Армен Бинян. Для этого в области работает 167 прививочных пунктов. Из них 10 круглосуточных в разных городах региона, 19 мобильных. Актуальность компании обусловлена тем, что рост заболеваемости еще высок и продолжает расти. Так, ежедневно диагноз COVID фиксирует более чем у 600 пациентов. Плюс к этому поступают больные с ОРВИ и пневмонией. Поэтому общее число вновь заболевших перерастает за 5000 человек в сутки. Это в разы больше, чем еще три с половиной недели назад. Причина – мутация вируса. Заражение идет три раза быстрее, и каждый десятый житель области болеет бессимптомно. Поэтому необходимо вакцинироваться. И сегодня каждый, у кого уже прошел шестимесячный барьер, также должен сделать выбор в пользу повторной вакцинации. Мы рассчитываем на это население, потому что они уже поняли, что вакцина безопасна, вакцина эффективна. И еще раз должны подать пример тем, кто никак не решится или подвержен влиянию антипрививочников и людей, которые всеми возможными способами отговаривают их от вакцинации. Впереди новости экономики. Их расскажет Светлана Кудрявцева. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, мэрия и уважаемые телезрители. В сентябре банки сократили выдачу кредитов россиянам. С чем это связано? Центробанк ужесточает политику, и кредиторы повышают требования к заемщикам. Об этом мы еще поговорим, а пока о ценах на газ. Стоимость газа в Европе на протяжении нескольких недель, в сентябре и в начале октября, непрерывно росла, установив несколько рекордов. Днем 6 октября она достигла 1930 долларов за 1000 кубометров. Однако затем котировки резко просели. Газета Financial Times связала такую динамику с заявлением президента России Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать цены на энергоносители в Европе. При этом некоторые аналитики предсказывают продолжение роста цен на газ вплоть до отметки в 2500 долларов за 1000 кубометров. Кстати, рекордный скачок цен на природный газ привел к тому, что он стал дороже нефти впервые с 2014 года. Семь лет назад голубое топливо стоило больше черного золота в течение 37 дней, в этот раз уже более 60. Годовая инфляция в России по итогам сентября составила 7,4%, сообщил Росстат. Это самое высокое значение с июня 2016. С начала этого года потребительские цены в России выросли более чем на 5%, за сентябрь на 0,6%. Это выше цели, на которую ориентируется Центробанк. Цены на продукты питания выросли на 10% в годовом выражении. Сильнее всего увеличилась стоимость сахара, а также охлажденных мороженых кур, подсолнечного масла, куриных яиц и плодов овощной продукции. Подорожали лекарства. Рост стоимости за год составил свыше 5,5%. Услуги ЖКХ подорожали на 4%. Выросли в цене медицинские услуги и проезд в пассажирском транспорте. В сентябре число одобренных потребительских кредитов снизилось на 2,5%, и это не связано с сезонностью. Финансовые организации постепенно реагируют на ужесточение политики Центробанка. Кредиторы повышают требования к заемщикам. Клиенты с высоким уровнем платежеспособности постепенно удовлетворяют свой спрос, а клиенты с невысоким уровнем благосостояния или большой долговой нагрузкой просто отсеиваются. Кстати, о долгах. Международное рейтинговое агентство улучшило прогноз кредитного рейтинга Самарской области со стабильного до позитивного, подтвердив уровень BB+. Регион занимает лидирующую позицию, уступая только Москве и Ямал-Ненецкому автономному округу. У всех субъектов с подобным рейтингом прогноз стабильный, а у Самарского позитивный, что дает возможность региону в будущем перейти в элитную группу. По мнению аналитиков, к улучшению позиций привела грамотная работа по увеличению доходов бюджета и снижению долговой нагрузки. Регион продемонстрировал достаточно высокую устойчивость к кризису 2020 года, вызванного пандемией, при последующем быстром восстановлении промышленности и потребительского спроса. Официальный курс доллара на 8 октября – 72,29 рубля, доллар потерял 28 копеек, евро – 83,61 рубля, европейская валюта снизилась на 32 копейки, нефть марки Brent – 80,25 долларов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. В Самаре сотрудники госавтоинспекции совместно со школьниками-волонтерами провели акцию «Дорога без опасности». Рядом с пешеходным переходом на пересечении улиц Клинической и Коммунистической 11-классники нанесли трафаретные рисунки, напоминающие о правилах дорожного движения. О том, как прошла акция, расскажет Никита Колосов. Отвлекись от телефона, возьми ребенка за руку, сними наушники. Три простых правила, которые должен выполнять каждый перед движением по пешеходному переходу. Для того, чтобы напомнить пешеходам об этих требованиях, 11-классники школы номер 148 нарисовали арш-поргалки для пешеходов. В рамках акции «Дорога без опасности» на пересечении улиц Клинической и Коммунистической художники-волонтеры разукрасили по трафаретам зону перед пешеходным переходом. Наша цель – напомнить и соблюдать правила дорожного движения. Потому что, подойдя к пешеходному переходу, мама, прочитав это информационное сообщение, она обязательно возьмет ребенка за руку. В этом году произошло 334 ДТП с пешеходами. Из них 145 наездов случились на пешеходных переходах. Чтобы сократить эту цифру, школьники-волонтеры по всему городу на оживленных улицах наносят рисунки с правилом для пешеходов. У нас это проходит довольно часто, и мы ездим по всему городу, чтобы напомнить людям о том, что дорога небезопасна, и что нужно уметь себя вести на ней правильно. Я считаю, что очень важно участвовать в таких акциях все-таки, потому что это напоминание для самого себя, и плюс ты напоминаешь об этом другим людям. Некоторые пешеходы уже успели оценить нанесенные арш-прогалки. В дальнейшем это даст результат. Будут внимательнее, осторожнее дети. Даже вот если зеленый загорается, я смотрю сначала в одну сторону, потом в другую, потом только перехожу. Чтобы было меньше аварийных ситуаций на дороге. И вообще человек все время смотрит под ноги, посмотрел, увидел, вспомнил, взял, пошел. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что переход проезжей части возможен только по пешеходному переходу. На регулируемых перекрестках только на разрешающий сигнал светофора. Особо внимательным нужно быть в ночное время. Для уменьшения вероятности наезда необходимо использовать световозвращающие элементы в одежде. Никита Колосов, Сергей Баскин. События. Купить зимнюю резину и не остаться с пустым карманом мечтают автомобилисты по всей стране. Рост цен на покрышки шокировал и жителей Самары. Как изменилась стоимость шин по сравнению с прошлым сезоном, расскажет Максим Магомедов. Цены на зимние шины доросли до исторического максимума. Как утверждают эксперты, рост цен по сравнению с прошлым сезоном составляет 25%, и это еще до наступления холодов. Основными причинами эксперты называют увеличение стоимости каучука и снижение объемов производства. Немаловажную роль сыграло введение в ноябре прошлого года системы обязательной маркировки покрышек. Особенно сильно выросла цена на импортные шины. Отечественные производители увеличили стоимость на 15%. Если мы возьмем самый популярный размер, скажем, 195-65-15, то российский производитель будет стоимостью порядка 3200-3500 рублей, а иностранный производитель будет порядка 4,5-5, а то и 6 тысяч рублей. Есть несколько причин. Первый – это, безусловно, подорожание сырья, которое уходит в шины. Во-вторых, очень серьезно подорожал фрахт. Ну и, наверное, сказывается общий дефицит шин, потому что на сегодняшний день очень много производимых в России покрышек и уходит на экспорт. Рост цен ощутили на себе все автовладельцы города. Но, как показал опрос телекомпании «Самара ГИС», в первую очередь с проблемой покупки новых колес сталкиваются те, кто приобрел автомобиль недавно. Купил машину только что, на днях прям. Сейчас буду искать зимнюю резину, все подорожало. Примерно в районе 40 тысяч сейчас выйдут 4 колеса зимних. Ну, куда бежать, что я делать, не знаю. У меня была другая машина, это новая, говорю, поэтому нет резины. И на прошлой машине было пониже стоимость. И, ну, брали как бы два года назад ту резину. И сейчас, ну, весомая так отличная. Вячеслав Летюшин покупает уже не первый комплект колес для своего авто. В этом году он, как никто другой, почувствовал на себе изменение цен на рынке. Только что приобрел колеса, 28,5 тысяч. Улучшила вся резина. Дороже стало намного, процентов, наверное, на 20. У меня товарищ брал примерно такую же за 6 тысяч за комплект, за одну штук, сейчас 7 с лишним. Некоторые автовладельцы в погоне за экономией приобретают резину, уже бывшую в употреблении. Но, по словам специалистов, такой выбор может негативно сказаться на безопасности управления транспортным средством и существенно повлиять на длину тормозного пути. Не рекомендуем использовать БУ. Ну, тут, смотрите, вопрос первый стоит задать. Как эксплуатировали до вас эту шину? Непонятно, да? Мы же не можем узнать. Вопрос хранения и вопрос транспортировки. Все эти факторы влияют на срок службы шины. Новая шина имеет глубину протектора 8 мм. Эксперты утверждают, что приобретая поддержанную покрышку, остаточная глубина протектора будет составлять от 4 до 6 мм. Поэтому срок ее службы будет не более двух сезонов. А это неизбежно приведет к большим затратам в будущем. Максим Магомедов, Максим Гусев. События. И о других событиях этого дня расскажем в нашем видеообзоре. Из-за пандемии коронавируса сотрудники скорой помощи в Самарской области продолжают работать в режиме высокой нагрузки. Всего в регионе действует свыше 200 бригад, из которых более 130 инфекционные. В последнее время специалисты Самарской областной станции скорой помощи фиксируют рост числа обращений от граждан. И напоминают, врачи скорой помощи не выдают больничные листы и не назначают лечение. Чтобы предупредить встречу с инфекцией и избежать ее тяжелого течения в случае заражения, жителям региона рекомендуют пройти вакцинацию. А при появлении первых признаков простудного заболевания необходимо оставаться дома и вызвать медработника из поликлиники. Врачи рассказали о характерном признаке COVID-19 у детей. В первую очередь это высокая температура, которая держится несколько суток, поднимается выше 40 градусов и плохо сбивается. По словам медиков, подобная картина заболевания может говорить и о гриппе, но на сегодняшний день зарегистрированных случаев гриппа нет. В эту волну достаточно часто заболевание протекает с поражением легких, то есть с развитием пневмонии. Число детей с диагнозом пневмонии за последние несколько недель увеличилось вдвое во всех возрастных группах. Также у детей при заражении коронавирусом может быть выражена неврологическая симптоматика и сыпь на коже. Но насторожить родители должны любые признаки ОРВИ, отмечают медики. Боль в горле, насморк, кашель и температура. В Самарской области завершился ремонт участка Урал-Красный Яр-Городцовка протяженностью 8 километров. Работы выполнили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Привести магистраль в порядок удалось благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета. На обновление объекта направили 500 миллионов рублей. Отремонтировать дорогу решили после многочисленных просьб жителей Красноярского района. По этому участку проходит маршрут в детские лагеря летнего отдыха, на даче к новому коттеджному поселку и недавно благоустроенной поселковой набережной реки Сок. На этой неделе у жителей Самарской области будет возможность понаблюдать за метеорным потоком Дракониды. Он начался еще 6 октября и должен достигнуть своего максимума в эту пятницу, 8 октября. Специалисты Международной метеорной организации прогнозируют, что во время пика на небе можно будет увидеть до 10-15 падающих звезд в час. При этом не исключены кратковременные всплески до 100-400 метеоров в час. Метеорный поток будет виден над северо-западным горизонтом всю ночь в районе головы созвездия Дракона. Отсюда и название потока, а к восходу солнца склонится к северному горизонту. Для того, чтобы увидеть явление во всей красе, рекомендуется выезжать за пределы города. После 8 октября поток пойдет на спад и окончательно иссякнет к 10 октября. В Тольятти шеф-повар одного из ресторанов лишился крупной суммы денег, доверившись мошенникам, сообщает Главное управление МВД по Самарской области. Мужчине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником Московской биржи, сообщил, что может помочь в получении прибыли. Для этого необходимо перевести деньги на указанный им расчетный счет. Поверив в специалисту, повар перевел через мобильное приложение на банковскую карту мошенника свыше 755 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Новое поколение, новые тренды. Тату в современном мире давно не редкость. По мнению социологов, если 5 лет назад к наколкам положительно относились не более 20% россиян, то уже к 2020 году количество запросов по поиску тату-мастеров выросло почти в два раза. Среди опрошенных студентов чуть меньше половины либо уже имеют нательные рисунки, либо планируют их сделать в ближайшее время. Как увлечение рисунками на теле отражается на трудоустройстве молодых соискателей, выясняла Гульфия Сафина. Кристина Надоненко – топовый самарский пластический хирург. В день проводит до пяти операций. Утром липосакция, после обеда коррекция бюста. Признается, работу свою любит, квалификацию повышала в Москве, в Питере и даже Париже. Клиентам важна ее квалификация. Тело Кристины украшает не одна татуировка, причем большинство из них на открытых участках тела. Да, вот есть вторая татуировка, это тоже из Адреналина, мой любимый тоже персонаж. Связано тоже с медицинской частью. Клиентки приходят, да, клиентки. Первая вот у меня одна девочка была, она просто забила все тело и настолько было все красиво, как-то я начала присматриваться. Сейчас, ну, это, наверное, новый виток моды. Сейчас, ну, фактически у всех есть татуировки. Это никак вообще абсолютно не влияет. У меня татуировки где-то около трех лет. И вообще никто никогда не задавал вопрос, если только какой мастер, кто мастер. Раньше кололи только заключенные и солдаты. Теперь границы напрочь стерты. По данным в ЦИОМ, тату имеет всего 11% россиян, но почти каждый третий представитель молодежи не против приукрасить свое тело. Растет спрос, растет и предложение. Конкуренция в индустрии, признается мастер тату Влад Скуб, становится жестче. Настоящий бум случился за последние пять лет. Порой в мастерскую заглядывают самые неожиданные клиенты. Есть представители уже и пенсионного возраста. Недавно к нам приходил дедушка, ему 70 лет, мы ему делали тигра. Вот, на плече. Были учителя. Мы как-то между собой иногда шутим, что через лет 20 кто-то будет идти. Фу, она без татуировки, что такое. Однако не все готовы делать тату на видимых участках тела. Те же учителя, артисты и публичные деятели предпочитают не афишировать рисунки на собственном теле, все чаще скрывая их под одеждой. Что разумно объясняет специалист по имиджу и этикету Анастасия Камышева. Все-таки людям, которые хотят быть врачами и делать в этом направлении определенную карьеру, тоже, наверное, я бы не рекомендовала. Тот, кто планирует государственную службу, тот, кто занимается педагогикой, потому что это всегда будет немного дезориентировать детей, подрастающих поколений. Это всегда будет таким неким препятствием в коммуникациях с обычными людьми в обычной жизни. Возможно, именно проблема коммуникации с другими людьми, в частности с работодателями, приводит к тому, что каждый третий человек в итоге избавляется от тату. Кто-то жалуется, что не понравился сам рисунок, иные на чувство дискомфорта. По мнению экспертов, к решению сделать тату нужно подходить крайне обдуманно, особенно, если вы ищете перспективы карьерного роста. Не стоит забывать, встречают по одежде. Впрочем, не исключено, что через 5-10 лет к людям с тату станут относиться толерантнее, и это никак не повлияет на их успешную деятельность. Гульфия Сафина, Максим Гусев, Николай Епифанов. События. Уголовный кодекс через призму мирового искусства. Самарские студенты узнали о популярных правонарушениях среди подростков, рассмотрев полотна известных художников. В одном из колледжей города сегодня открылась передвижная выставка «Картина жизни», которая призвана обратить внимание молодежи на проблему преступности в современном мире. Подробности в репортаже нашего корреспондента. На 10 представленных стендах 10 самых типичных и популярных в молодежной среде правонарушений от кражи и хулиганства до вандализма. Все это передано через полотна известных художников с мировыми именами. Есть возможность поразмышлять, подумать вообще о том, как это изменяется. И что по сей день вот эти правонарушения, к сожалению, они, да, и преступления остаются актуальными, остаются проблемными зонами. И в жизни молодежи, мне кажется, тоже важно уделять этому внимание, обращать на это внимание, акцентировать внимание молодежи. Привлечь внимание через образы действительно удалось. Интересные примеры, кражи, преступления, все это как было раньше. Я считаю, это очень полезно, особенно с нашей специальностью. Эта информация, конечно же, пригодится нам не только в обучении, но и в работе дальше. Очень полезно, например, запрет на ношение определенной символики. Это нужно знать, чтобы на всякий случай не попасть в неудобное положение перед сотрудниками полиции. Начало работы выставки сопровождалось обсуждением на тему права. Получить юридическую консультацию здесь мог любой желающий. Я знаю, что можно в общественных местах снимать, но нельзя, насколько я знаю, снимать конкретных людей. Но можно снимать сотрудников при исполнении. Вот такое вот неточное для меня понятие. У нас проведена дискуссионная площадка, в рамках которой рассмотрены вопросы правопросвещения и ряда изменений, скажем, инноваций, изменения законодательства, в том числе в отношении правонарушений и преступлений, совершающих в том числе в молодежной среде. Программа по профилактике преступности в молодежной среде прошла при поддержке администрации города и Дома молодежи. Выставка «Картины жизни» передвижная. Она уже побывала в четырех колледжах Самары. Всего запланировано 10 выездов в учебные учреждения города. Гульфия Сафина, Сергей Баскин. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самары ГИС в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам самого доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!